Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто находится здесь в студии и также те, кто смотрит онлайн. Полтора года назад, когда все были на карантине, в локдауне, стало понятно, что, оказавшись, может быть, вне возможности быть на богослужениях или постоянно общаться с другими верующими людьми, и каждый человек, он столкнулся с вопросом, а вообще у меня есть связь с Богом, то есть знаю я, как проводить время с ним, общаться с ним, слышит ли он меня или не слышит. Так родился марафон к Богу за 30 дней, который на данный момент за полтора года прошло, этот марафон, порядка 12 тысяч человек. Есть очень много интересных опытов, связанных с проведением этого марафона, и некоторыми темами и мыслями с этого марафона я бы хотел как раз поделиться. И, наверное, первая сегодня тема такая основная, где мы заложим фундамент, мы пытаемся понять, то есть почему мы должны искать Бога. То есть если Он всемогущий Бог, почему мы со своей стороны должны предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти Его, и как Его найти, и вообще стоит Его искать или не стоит. Поэтому надеюсь, что сегодня эта информация будет очень полезна и вам, тем, кто смотрит этот прямой эфир. И начнем с того, что за последние 100 лет мы сделали просто колоссальный рывок в вопросе передачи информации. Если до этого тысячелетия люди в основном писали сначала на глиняных табличках, потом люди писали письма, чернила, и это на протяжении тысячелетий было единственным способом передачи информации на большие расстояния, то за последние 100 лет мы с вами увидели колоссальный рывок. Появилось радио, сначала проводная связь, потом появилась беспроводная, появилась радиосвязь. И сегодня мы можем вообще общаться с любым человеком в любой точке мира. Сегодня то, что мы, может быть, когда-то смотрели, я про себя скажу, в фантастических фильмах, там, голограммы, скайпы, мы тогда смотрели 20-25 лет назад на это и думали, ничего себе, неужели такое когда-нибудь будет. Сейчас для нас это обыденность. У каждого в мобильном телефоне есть возможность выйти на связь и увидеть человека. То есть эти фантастические фильмы, они оживают просто на глазах. И сегодня мы уже говорим, и многие говорят, о метавселенной, то есть о том, чтобы вообще виртуально проходить собеседование на работу, работать. Сегодня люди виртуально покупают себе недвижимость. И вообще нам прогнозируют, что скоро мы все будем ходить в очках и просто находиться в виртуальном мире. И, конечно, если, наверное, лет 20 назад мы бы еще в этом сомневались, то сегодня в это начинаешь уже верить, потому что огромные средства в это вкладываются. И возникает вопрос. Ну, за последние тысячи лет, тысячи, за последние сто лет мы увидели вот этот рывок в вопросе коммуникации, развития коммуникации, связи между людьми. А что с Богом? То есть изменилось ли что-то за последние сто лет или тысячи лет? Можем ли мы также с Богом легко выходить на связь, как это происходит между нами? И вот сегодня мы об этом поговорим. И хотел бы привести такую аналогию, да, и постараться ответить на вопрос, который очень многих людей беспокоит и волнует. А вопрос в том, что если Бог желает с нами общаться, а посыл христианства в том, что Бог, Он желает общаться с людьми. То есть если Он желает с нами общаться, то почему мы не так часто это видим, понимаем, либо слышим? То есть редко какой христианин может сказать, что да, я каждый день слышу Бога, я каждый день вот уверен, что вот Он сейчас мне проговорил, Он мне точно дает подсказку, куда мне идти, что мне делать, куда мне поступить, с кем общаться, с кем дружить, куда устроиться на работу и так далее. То есть это бывает редко. В основном большинство христиан, они понимают, что хотелось бы как-то связь получше иметь, чтобы не в догадках жить где-то, не предполагать, что Бог имел в виду. Почему Богу так более явно не сказать? Неужели Он не хочет с нами общаться? Так вот, приведу аналогию с радио. Думаю, что некоторые из вас застали то время, когда радио еще приходилось настраивать вручную. То есть, помните эти радиоприемники, где было такое специальное колесико, и тебе, если нужно настроить какую-то волну, тебе приходилось искать какое-то время. Да, и сначала ты слышал какое-то шипение, потом ты крутишь, сначала сильно крутишь, ну, очень быстро, потом ты начинаешь различать какие-то отдельные звуки, улавливаешь, может быть, речь, либо музыку, ты понимаешь, что ты уже близок к цели, ты начинаешь так уже более аккуратно, по чуть-чуть настраивать, такая тонкая настройка, и когда ты уже услышал и убедился, это то, что мне нужно, еще прям чуть-чуть подстроить и убедиться, что все это максимально лучшее качество, которое возможно. Ну, можно еще антеночку поправить и направить в какую-то сторону. А я еще помню, что мы к антеночке еще проволочку привязывали, а эту проволочку привязывали к батарее, для того, чтобы вообще улучшить прием сигнала. Вот здесь есть аналогия, которая помогает мне понимать, что происходит в духовном мире. Дело в том, что проблема, то есть где возникает проблема в этой связи, нас и Бога. Это проблема в Боге, или это, может быть, у нас что-то не так? То есть Он не хочет с нами общаться, или, может быть, мы просто не настроены на общение с Ним? И по этой аналогии с радио я понимаю, и на основании Священного Писания, что Бог желает общаться с каждым сотворенным существом. То есть я это понимаю как аксиома, то есть у Него есть желание, потому что все Священное Писание говорит о том, что Бог любит нас, и Он желает общения с нами. По сути, вся Библия, она повествует о попытках Бога восстановить отношения с человеком, которые были разрушены в результате греха. Поэтому Он эти попытки предпринимает. Но если Он их предпринимает, то почему мы не всегда Его слышим? И здесь как раз, наверное, вопрос, на что я настроен. То есть я произвел настроечку своего внутреннего духовного состояния на то, чтобы уловить голос Бога. И знаете, когда человек начинает идти в эту сторону и пытается обрести эту близкую связь с Богом, научиться слышать Его и научиться говорить с Ним, то этот процесс тоже сначала ты не все понимаешь. Иногда только ты что-то переживаешь, получаешь или можешь как-то высказать то, что у тебя внутри. Но затем, когда ты это практикуешь, ты идешь дальше, ты развиваешь вот это умение слышать Бога, наступает тот момент, когда у вас может наладиться хорошая связь. И если, конечно, ты случайно не собьешь каким-то образом эту настройку, то ты можешь ходить и общаться с Богом. Я понимаю, что для тех, может быть, кто смотрит эту передачу и не имел еще опыта общения с Богом, то, конечно, это может звучать странно. Наверное, если бы мне когда-то 20 лет назад сказали, я бы тоже, может быть, это как-то странно воспринял, потому что когда встречается человек, который говорит, да, я сегодня с Богом поговорил, хорошо, поговорили. Ну, я ему рассказал о своих каких-то переживаниях, «О, он мне вот открыл еще что-то», ну, наверное, многие люди бы странно посмотрели, потому что, ну, что, неужели так можно вот просто с ним поговорить, и он прям отвечает? То есть, да ладно. То есть, и скажем, у человека, который не пережил этот опыт, у него чаще всего, скорее всего, возникнет, ну, не то, что возникнет, он подумает, странный человек, да, надо еще за ним понаблюдать, либо надо держаться от него подальше. Конечно, когда верующий человек, он слышит такие опыты, он понимает, я тоже хочу, да, потому что, когда мы хоть раз пережили в нашей жизни соприкосновение с миром духовным, мы жаждем этого, и мы хотим этого. И поэтому, ну, это возможно, то есть это реально, и просто нужно попробовать пережить этот опыт. Поэтому если кто-то из тех, кто смотрит сейчас, или, может быть, здесь, еще не пережил опыт, когда ты соприкасаешься с миром духовным, а он есть. Да, ученые говорят о, там, различных измерениях, то есть то, о чем, может быть, 100-200 лет назад, то есть если 100-200 лет назад, ну, или 200 лет назад, я появился бы где-нибудь в Нижнем Новгороде с радиоприемником, ну, меня бы сожгли на костре, да, потому что это колдовство какое-то, это непонятно, потому что это явление не было открыто, и его не использовали. То есть и ученые говорят о разных измерениях, и да, есть духовное измерение. То есть и почему я уверен, что оно существует и есть, потому что внутри нас есть радиоприемник, который должен быть настроен на это духовное измерение. Мы все, приходя в этот мир, осознаем и понимаем, что есть что-то вне этого мира. И вот это меня убеждает в том, что это есть, потому что анализируя, ты понимаешь, что человек, по сути, ничего нового не может придумать. Да, то есть мы берем из того, что мы видим, из того, что мы переживаем, чувствуем, и мы можем это, конечно, как-то переработать, переделать, но, по сути, ничего нового нет под солнцем, как говорил Соломон. Да, то есть, поэтому то, что у нас есть этот запрос, есть этот поиск, это явное свидетельство того, что духовный мир существует. Он есть. А тем более те, кто соприкоснулся с ним, те в такие моменты понимают, что это не просто, ну, потому что со стороны, когда ты говоришь, что я общаюсь с Богом, ну, человек, который никогда не имел этот опыт и, может быть, даже крайне негативно настроен к духовному миру, он может сказать, ну, это шизофрения какая-то, то есть, что там, сам с собой разговариваешь. Но человек, который соприкоснулся с миром духовным, он в этот момент четко осознает и понимает, что это не просто, ну, я себе какие-то мысли наговариваю, я сам собой о чем-то говорю. В этот момент ты понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то, ну, что, ну, выше, вне тебя. То есть, это мир духовный. Да? И этим, в принципе, объясняется, почему на протяжении тысячелетий, несмотря на развитие науки, человека все равно влечет к духовному. Мы все равно продолжаем строить храмы, совершать какие-то обряды и ждать, когда же нам кто-то ответит. Поэтому вопрос в том, что духовный мир, он существует, он вокруг нас, Бог желает общаться с нами. И если я его сегодня не слышу, то вопрос, настроен ли я или нет. Знаете, есть одна такая известная история, ее много раз я слышал в разных интерпретациях. Суть этой истории в том, что однажды два друга шли по оживленной улице своего города, они шли, общались, и вдруг один из них остановился и говорит, ты слышишь, где-то стрекочет цикад. Тот такой удивился, да ладно, ты о чем говоришь, как здесь можно что-то услышать? Народ ходит по тротуару, мимо проносятся машины, мы в центре города находимся, где здесь можно услышать, как стрекочет цикад. Он говорит, нет, подожди. И он переходит, этот друг переходит через дорогу, там находился сквер, и затем он с этого сквера возвращается и действительно в руках несет цикаду. И его друг, конечно, удивился, говорит, слушай, это чудо, у тебя какой-то феноменальный слух, это невообразимо, такого не может быть. Как такое можно услышать? Он говорит, да нет, у меня обычный слух, да нет, здесь что-то сверхъестественное. То есть ты, наверное, подбросил туда эту цикаду, то есть, ну не может быть такого. Он говорит, да нет, давай я тебе проиллюстрирую. Все зависит просто от того, на что настроен твой слух. И он достает из кармана горсть монет и бросает их на тротуар. И люди начинают тут же поворачивать головы, смотреть, да, где звенит. То есть он говорит, обрати внимание, на улице очень шумно, но звон монет люди услышали. Потому что и слух настроен на это, а мой слух настроен на звуки природы. Поэтому вопрос, на что настроен мой слух. Настроен ли мой слух на именно духовное? Хотел бы привести один текст из Библии, который как раз говорит о поиске Бога. В книге «Деяния апостолов» мы читаем тексты, которые говорят о важности поиска и почему у нас есть эта потребность. Деяние, 17 глава, написано, «От одной крови он произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Очень хороший текст, который, с одной стороны, утверждает эту идею, мысль, которую я сказал, что Бог, он недалеко от каждого из нас. То есть он находится здесь, он находится рядом с тобой. То есть он постоянно рядом. Но возникает вопрос, почему тогда мы должны искать его, не ощутим ли или не найдем, если он тут рядышком с нами? Зачем? Потому что даже в Библии мы видим, что Бог ищет человека. Сразу вспоминается история Адама и Ева, когда они согрешили, они спрятались от Бога. Именно Бог, он выступает с инициативой пойти и искать их. И вот почему бы Богу как-то более явно не явить себя? Почему бы, ну не знаю, не написать на небе крупными буквами «Я есть и я здесь»? Да, вот так, чтобы каждый мог увидеть, сказать, ну все, Бог есть. То есть духовный мир существует, то есть тут уже без сомнений. Да, или, допустим, ну может быть еще что-то написать. То есть верующие разных конфессий бы, конечно, хотели бы, чтобы он написал вот только эта церковь правильно, да, и стрелочку. И вот кто-то подумал, ну все, то есть я правильно верю, все хорошо, Бог с нами. Почему Бог так не делает, если Он действительно есть, и Он желает открыться нам? Бог это не делает, как я понимаю, потому что Он настолько любит нас и настолько уважает свободу выбора человека, что Он дает право либо верить, либо не верить. То есть и я, как священнослужитель, порой встречаюсь с людьми, которые верили, посещали собрания, читали Священное Писание, но затем они теряли свою веру и говорили, я не верю уже в это. да, и я не слышу, я не вижу, я не понимаю Бога. И когда начинаешь общаться с ними, ты понимаешь, что, да, у них есть сомнения, и они потеряли веру. Знаете, вера — это, по сути, это ключ, это доступ. Вот если сравнить желание Бога общаться с нами, то, опять же, используя современные аналогии, это Wi-Fi. То есть, да, как бы, Бог раздает это на всех людей. Да, вопрос, есть ли у тебя пароль от этого Wi-Fi или нет. То есть, и вот паролем является вера. То есть, если веры нет, то есть, сомневающийся, он всегда найдет причины сомневаться. И Бог это допускает. А кто ищет, тот всегда найдет. Да, то есть, я ищу искренне, или я сомневаюсь. Поэтому для того, чтобы обеспечить каждого человека свободой выбора, Бог не являет себя явно в мир. Он не пишет этими огненными буквами на небе. Он дает возможность тебе начать искать его, и тогда ты его найдешь. Либо сомневаться, и тогда ты будешь сомневаться, и ты не найдешь его. Но Священное Писание говорит, что он рядом с каждым из нас. Поэтому искреннее это желание, да, и вера, она открывает возможность соприкоснуться с этим духовным миром. Я поделюсь одним опытом. Когда я только пришел к Богу, стал посещать собрание, в наше собрание пришла одна молодая девушка, мы с ней стали общаться, и она стремилась к духовному, она приходила, у нее были какие-то вопросы. Тогда еще у нас не было сотовых телефонов, мы созванивали, знаете, есть такие домашние телефоны были, такой на проводочке. Вот сейчас уже, я думаю, немногие знают из молодого поколения. И вот мы общались с ней, и однажды вечером, мы общаясь с ней, она задала вопрос. Говорит, Антон, ну вот я все слышу, что можно говорить с Богом и так далее, а как это? Я помню до сих пор, как ее звали, Юля. Она говорит, как, вот я бы тоже хотел бы услышать Бога, как-то вот встретиться с Ним. Я сам, ну, буквально три месяца посещал церковь, и у меня как бы особо, я мало сам что знал, но я что-то слышал, и я говорю, ну, знаешь, надо просто помолиться, надо пообщаться с Ним. То есть, ну, зайди в комнату твою, закрой дверь, вот, и попробуй пообщаться с Ним. Я как бы ей говорил, а одновременно я переживал, очень не волновался, потому что я думал, а вдруг, ну, этого коннекта не произойдет. То есть она сейчас сделает, я говорю, ты зайди, и прямо так говори Богу, как ты думаешь. Вот искренне, если ты сомневаешься, так скажи, Бог, я сомневаюсь, что ты есть, что ты меня слышишь, но вдруг, если ты есть, то, ну, ответь мне и так далее. Вот как есть, так и сделай. Она, хорошо, такая воодушевленная, я сейчас сделаю, я говорю, хорошо, ну, а потом мне отзвонись. Я повесил трубку, а сам обращаюсь к Господу, Господи, а вдруг не получится. Ну, мало ли, то есть есть люди, которые пробовали, и потом говорят, да, я не слышу Бога. Вдруг не получится. И все, то есть человек, он разочаруется, и он никогда не обретет отношений с тобой. Не знаю, я прошел час-полтора, я извелся весь, думаю, да как, что там. И потом она перезванивает, и говорит, знаешь, я, она такая возбужденная, перезванивает, говорит, я сделаю так, как ты сказал. Я зашла, я встала на колени, и я просто обратилась искренне к Богу, вот, со всеми своими сомнениями, и ты не представляешь. В этот момент я действительно что-то пережила. И мне сложно, где-то писать этот опыт, я просто поняла, что у меня текут слезы, и я вдруг осознала, что Бог есть, что Он любит меня, на что Он слышит меня, и я могу с Ним общаться. Мне, конечно, на сердце отлегло, я такой, ну, так оно и должно быть, то есть, так оно и должно происходить. Так вот, и поэтому, подводя итог этого блока, если ты искренне хочешь соприкоснуться с духовным миром, искренне иди и говори об этом. Обратись. То есть, Бог, Он слышит тебя. То есть, и Он сам желает построить отношения с тобой, иметь эти отношения с тобой. Хорошо, приведу еще одну аналогию, потому что в современном мире очень много у нас появляется аналогий, которые можно использовать. Я думаю, что если бы Иисус сегодня проповедовал, Он, наверное, бы использовал какие-то современные притчи, потому что вышел сеятель сеет семя, но, как бы, из тех, кто здесь, я думаю, немногие сеют семена, да, тем более вот таким вот образом. Поэтому сегодня, наверное, какие-то были бы современные аналогии, то, что нам понятно, то, что нам близко. И вот есть то, что нам очень близко. Каждому из вас, я вот уверен, на сто процентов. есть то, с чем вы никогда практически не расстаетесь. Вы с этим просыпаетесь, вы с этим засыпаете, в течение дня вы много-много раз к этому обращаетесь, и даже сейчас некоторые из вас пишут вопросы, либо отвечают кому-то. Это мобильное устройство. Сегодня вообще сложно представить свою жизнь без мобильного устройства. То есть если я сейчас задам вопрос, поднимите руки те, у кого есть оно, ну, да, я думаю, что все поднимут руки. А те, кто смотрят, да, я скажу, поставьте плюсик, у кого есть мобильное устройство, а минус у кого нет. Я предполагаю, что ни одного минуса не будет. У меня вообще сложно представить себе человека без мобильного телефона, потому что, ну, это как-то странно. То есть, наверное, если мы вдруг встретили человека и попросили, ну, давай я тебе позвоню, он сказал, да у меня нет телефона. Нет телефона? Какие мысли бы пришли в голову? Ну, либо что-то случилось у человека, сломался, потерял и так далее, либо он очень странный человек. То есть, как в наше время, ну, можно быть без телефона? Так вот, и давайте поразмышляем немного, и в качестве притчи будем использовать телефон, телефон, мобильное устройство, которое тоже помогает понять важность, да, или, такие, знаете, интересные моменты в вопросе связи с Богом. Так вот, возьмем, как иллюстрацию, да, и такую притчу, возьмем некоторые элементы мобильного устройства. Начнем с зарядки. То есть, вот телефон нужно заряжать. Я думаю, что все вы это регулярно делаете. Кто-то чаще, кто-то реже, в зависимости от марки, телефона и так далее. То есть, насколько мы часто им пользуемся. И большинство носят с собой зарядное устройство. Вот есть, вот вы когда куда-то едете, вы с собой берете зарядное устройство? Ну, как бы, у меня оно всегда с собой, причем даже несколько. Одно должно быть в машине, одно должно быть с собой, еще желательно, чтобы там в офисе, на работе, еще где-то было. А в торговых центрах вы видели эту картину? Когда люди все стоят, допустим, пока один кто-то ходит делать закупки, другой подзаряжает где-то мобильное устройство. Плюс мы носим еще, то есть, у нас вот был просто телефон, мы стремились к тому, чтобы он был меньше и меньше, а теперь мы еще такой пауэрбанк с собой носим, для того, чтобы всегда быть на связи. И знаете, тут интересная аналогия. Нас не надо убеждать заряжать мобильное устройство. Вы видели хоть раз рекламу, чтобы производители, там Apple, либо еще кого-то, говорили, но самое главное, не забывайте заряжать ваше мобильное устройство. Вы видели баннеры, может быть, какие-то рекламные ролики, которые призывали, выходя из дома, не забудь зарядить свое мобильное устройство. Да нет, потому что, ну, есть вещи очевидные. Мы все понимаем, что если мобильное устройство не заряжать, то мы не сможем быть на связи. То есть, это очевидно, это понятно. И здесь, если провести духовную аналогию, понимаете, так же и с нашим духовным миром. То есть, если мы не уделяем время тому, чтобы настроиться на этот духовный мир через общение с Богом, через получение сообщений из этого мира духовного, да, допустим, читая священное писание, Библию, то, ну, мы скоро сядем. То есть, и на самом деле большинство людей в этом мире, мы знаем, что сегодня проблемы с депрессией, с одиночеством и так далее, из-за того, что эта пустота, которая образуется внутри человека, духовная пустота, она съедает понемногу человека. То есть, и эту пустоту невозможно ничем заполнить, да, многие на протяжении тысячелетий об этом говорили, что, ну, это как в пазле, вот это место, оно именно Богу. То есть, мы должны соприкасаться с духовным, мы должны быть в сообществе, где люди стремятся к духовному, мы должны сами, да, скажем так, подзаряжаться в этом плане. Ну, при этом, заканчивая эту мысль, скажу, что, а иногда создается впечатление, я скажу, что у меня, как у священнослужителей, иногда создается впечатление, что я всех должен убеждать в том, что, знаете, вот, нужно обязательно заряжаться. То есть, я такой, подождите, стоп, то есть, мобильные устройства, значит, мы нормально воспринимаем, ну, подождите, если мы так же реально воспринимаем мир духовный, для нас это должно стать тоже понятным и, как бы, непререкаемым. Мне каждый день нужно духовно заряжаться. Идем дальше. Ну, много аналогий можно взять. Возьму следующее. Это, там, защитные стекла либо чехлы. Да, когда мы покупаем мобильное устройство, мы сразу же стараемся его как-то защитить. Купить что-то, наклеить стекло и так далее, да, потому что, ну, мы боимся, что вдруг оно упадет, разобьется, и, в общем, потеряем мы наш гаджет. И какая здесь может быть параллель? То есть, мы настолько оберегаем это средство коммуникации с людьми и вообще, там, с виртуальным миром, доступ к информации, и возникает вопрос, а точно так же ли я храняю свой духовный мир? Точно так же я берегу, да, и храню то, что я уже получил в общении с Богом, то, что я узнал, как я оберегаю свое мобильное устройство. Но возьмем дальше. Ну, это камера, да, то есть, по сути, сегодня редко кто будет покупать телефон без камеры, потому что на части уже не только телефон, но для нас и фотоаппарат, и видеокамера, и так далее. То есть, и камера, то есть, тот же самый духовный вопрос, притча, аналогия, иллюстрация. Какая у меня в основном задействована камера? Фронтальная? То есть, фронтальная камера, да, вот в этом, знаете, бесконечном потоке селфи, да, то есть, мне, мое, я, моя жизнь, меня обидели, мне не додали, и так далее, я хочу. То есть, только эта камера, то есть, я только смотрю на себя, либо, может быть, у меня все-таки чаще работает передняя камера, которая направлена на Бога, и я хочу увидеть Его, в Его творении, я хочу увидеть Его дела, я хочу как-то зафиксировать себе, сфотографировать то, что Он делает, для того, чтобы потом отобразить это на дисплее своей жизни, чтобы люди, смотря на меня, могли сказать, ничего себе, вот это, вот это человек, вот это странные поступки. Наверное, если Иисус был бы сейчас здесь, на этом месте, Он поступил бы точно так же, как Он. Ну, возьмем еще, да, последнюю аналогию, это приложения. Мы устанавливаем много различных приложений на наше мобильное устройство. И знаете, статистика, я прочитал в интернете, говорит о том, что 65% пользователей мобильных устройств, которые устанавливают приложения, никогда ими не пользуются. То есть, у них есть некоторые приложения, они установили, у вас есть такие приложения? Да, если у кого есть, напишите, да, там, в чате, ну, я сам, когда это прочитал, я сам так посмотрел, думаю, да не может такого быть, да, 100%, я всем пользуюсь, зачем устанавливать, если ты не пользуешься? Но когда стал смотреть, у меня и сейчас есть приложение, которое я установил, но я ими не пользуюсь. Какая духовная аналогия здесь? Мы можем устанавливать различные духовные приложения в свою жизнь. Ну, духовное приложение о важности поддерживать отношения с Богом посредством молитвы, или приложение о важности читать каждый день, или приложение о важности еженедельно находиться в собрании других верующих людей, посещая, да, богослужения, или какие-то другие хорошие духовные практики, но при этом мы эти приложения можем не открывать. То есть даже сегодня, то есть услышав эту тему, да, которая должна, по идее, вдохновить на то, чтобы, да, Бог, ты есть, есть духовный мир, я хочу, я хочу быть с тобой на связи, я хочу научиться, что я должен делать, я там буду слушать завтра все темы, потому что завтра мы будем уже говорить больше о практике, сегодня больше такая мотивирующая тема, о том, что духовный мир есть, Бог есть, Он хочет с вами общаться, ребят, ну, подстройте свои духовные приемники, и давайте будем уже общаться с ним, радоваться жизни, получать от него ответы, рассказывать ему, как у нас обстоит жизнь, такую наладим связь с духовным миром. Так вот, поэтому грустно, если мы что-то просто услышали и не применили это в жизни. То есть такие, как в Библии написано, слушатели забывчивые, то есть они услышали, отошли и тотчас забыли. То есть такая поверхностность в вопросе духовности. И поэтому, почему мы потом удивляемся, что да нет, я не чувствую духовный мир, я не слышу Бога. Подожди, а ты открывал те приложения, которые должны помочь тебе в общении с ним? Поэтому, ну, заканчиваю эту аналогию с мобильным устройством, какие молитвы могут рождаться сегодня у современного человека, глядя на все эти технологии, в том числе на телефон, Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу вай-фай. Потому что мы оказываемся в новом месте, всегда мы ищем. То есть куда-нибудь, то есть если я раньше куда-то приезжал, и я, не знаю, спрашивал, а где здесь можно привести себя в порядок, то сейчас первый вопрос, так, у вас вай-фай есть? Или я куда-то в другой город еду, я спрашиваю, а у вас, ну, сейчас даже сам, на самом деле, даже сложно представить, что у кого-то его нет. То есть, Господи, помоги мне Тебя так искать. Или, помоги мне подзаряжать каждый день мою духовность, так, чтобы не ходить с одним процентом. Ну, вы вспомните вот это ощущение, когда у вас один процент, а вы где-нибудь еще в незнакомой местности пользуетесь там дубль-гис или навигатором, или вам должны срочно позвонить, или вам нужно перевести деньги, либо еще что-то, а у вас один процент. Не садись, держись, так все выключить, все выключить, авиорежим, выключить все, что можно, пусть еще живет немножко. Почему бы нам так не относиться к нашей духовности? Я хочу, чтобы у меня всегда было сто процентов. Дальше, Господи, помоги мне проводить с Тобой больше времени, чем я провожу в Ютубе. Потому что, если посмотреть, почему мы потом удивляемся, что как-то мы не ощущаем духовный мир, но оказывается, что мы, я не знаю, мы можем каких-то блогеров слушать намного больше, чем соприкасаться с духовным миром. Или, Господи, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми. Вы знаете, когда долго по телефону говоришь, батарейка начинает греться. Особенно с теми людьми, которые нам не нравятся. Помоги мне не перегреваться, помоги мне, чтобы у меня была нормальная температура. Или, Господи, помоги мне не превозноситься на теме, у кого старая операция, операционная система. Они так подтормаживают по жизни немножко. Да, как-то, Господи, помоги мне не превозноситься над ними. И последнее, да, в этой иллюстрации такая загадка, которая у меня родилась, когда я готовился к этой теме. Ну, я думаю, вы легко найдете ответ на нее. Загадка в следующем. Кто знает, я знаю, без чего телефон не телефон, а человек не человек. Можете написать ваши варианты сейчас в чате все те тысячи людей, которые сегодня присоединились посмотреть наши темы. Пишите. То есть, без чего телефон не телефон, а человек не человек. Ну, давайте из зала, может, пару ответов. Я знаю, что есть как минимум два человека, которые уже слышали эту загадку наверняка и знают ответ. разное бывает. Говорят кто-то, что там без батареи, без симки. Правильный ответ он прозвучал. Без связи. То есть, лиши телефон возможность обеспечить на связи, и телефон, он не перестанет существовать, так же, как и мы. Он может стать игровой панелью, мы можем продолжать в игры играть. Он может стать фотоаппаратом, видеокамерой, электронной книгой, телевизором. Но, если телефон не обеспечивает связь, то есть, не выполняет свою основную функцию, он уже не телефон. И человек, если он лишается связи с духовным миром, лишается связи с Богом, как бы это радикально ни звучало, ни человек. Он хороший гаджет, у которого могут быть разные функции, он может их выполнять. Встал утром, почистил зубы, пошел на работу, после работы пришел, поел, посмотрел, лег спать. И так, изо дня в день, пока смотришь, но уже 75 лет, как-то и жизнь пролетела. Известный оратор и автор многих книг, Стивен Коби, я думаю, многие слышали, он написал так в одной из книг. «Прежде чем взбираться по лестнице к успеху, убедитесь, что она прислонена к тому зданию, которое вам нужно. Представьте себе жизнь, как лестница, по которой мы взбираемся. И какое же будет разочарование, когда поднявшись на последнюю ступеньку, ты вдруг осознаешь и поймешь, что ты посвятил свою жизнь не тому. То есть вот самое важное, самое главное ты упустил из вида, а уже вернуться обратно и переиграть не будет. Ну, не будет возможности. Мы были созданы для общения с духовным миром, мы были созданы для общения с Богом, Он ждет этого общения с нами. Но сегодня мы настолько заняты, что сами от этого страдаем. Расскажу последнюю притчу, притча о купце. Жил-был один купец, у него было четыре жены. Одну жену, первую жену, он очень сильно любил, холил, лелеял, по ресторанам водил, дорогие одежды одевал, в общем, души в ней не чаял. Была у него вторая жена, красавица неописуемой красоты, он очень гордился и восхищался и всегда, в общем, когда друзья приходили, другие купцы, ну, посмотрите, королевишна. Была также у него третья жена, она была очень мудрой, умной женщиной, она могла всегда поддержать мудрые слова, совет дать ему определенный. И была четвертая жена, он особо ее не любил, внимания на нее не обращал. И вот этот купец заболел, заболел и понял, что ему осталось недолго жить на белом свете, а страшно одному туда уходить, в тот мир. Да, это притча. Вот, и он зовет свою первую жену и спрашивает, дорогая, ну, готова ли ты разделить со мной участи, вот пойти со мной? На что она говорит, нет, разворачивается и уходит. Как так? Я ее больше всех любил, и я ее там... Хорошо, тогда у него надежда еще теплится на вторую жену, красавицу. Она приходит, он задает тот же самый вопрос, она говорит, нет, дорогой, я тебе больше скажу. Как только ты умрешь, я уйду к другому. Вот это предательство. Как так? Ну, у нее теплилась надежда на третью. Она всегда была в трудностях рядом, могла его поддержать. Сейчас она его не оставит. Приходит третья жена, он задает ей тот же самый вопрос, и она говорит, максимум, что я могу для тебя сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам нашего народа. Сердце купца было разбито. Как так? Три жены, которых он так любил, так с ним поступили. И тогда пришла четвертая жена и говорит, я пойду с тобой. Он схватился за голову и говорит, если бы я знал, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я бы тебя больше всего любил. Это притча. Купец, вы уже догадались, кто в этой истории. Это каждый из нас. Четыре жены. Первая жена, это наше тело. Мы любим его, одеваем, кормим. Но вот это тело конкретно, мы его туда, ну, по крайней мере, в таком виде, как оно сейчас, точно не заберем. Вторая наша жена, это наше имущество. Мы этим гордимся, дача, машина, квартира. Мы это показываем другим. Но когда нас не станет, это все уйдет к другому. Третья жена, это наши родные и близкие, которые рядом с нами. Они могут поддержать, ободрить, утешить. Но максимум, что они смогут сделать в последний момент, проводить нас и похоронить по всем обычаям и обрядам. А четвертая жена, это наша духовная жизнь, наша душа, скажу так. То есть, и только это останется. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты совершенно иначе расставляешь приоритеты. Ты действительно желаешь искать этот мир духовный. Клайф Льюис, один известный христианский писатель, написал следующее в своей замечательной книге «Просто христианство», он написал так. «Если вы хотите согреться, вы должны встать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющей в самом центре действительности. Если вы поблизости от Него, брызги его достигнут вас. Если нет, то останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Поэтому, дорогие, я приглашаю вас приблизиться к Богу, принять решение, чтобы стать ближе к Нему, больше проводить время с Ним, пережить этот опыт или переживать его постоянно, этот опыт соприкосновения с миром духовным. Потому что Бог, Он желает общаться с вами. У Него для вас очень много всего интересного. Если вы хотите это узнать, то необходимо со своей стороны сделать минимальное усилие. То есть сделать шаг искренне в сторону Бога. И будьте уверены, Он обязательно вам ответит. Антон, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, христиане порой говорят, мне Бог открыл то или это, а как быть уверенным, что эта информация от Бога, а не посыл от собственного ума? Отвечу коротко, что есть одна книга, и мы об этом будем говорить завтра, которая, по сути, помогает понять, так ли это или нет. Поэтому, конечно, мы все сверяем со Священным Писанием. То есть, если то, что мне открылось, оно не противоречит тому, что написано в Библии, основным принципам, посылу, когда человек начинает общаться близко с Богом и начинает узнавать и познавать его, то, ну, знаете, так же, как и привести аналогию в отношениях между людьми. Когда я очень хорошо знаю человека, я догадываюсь, как он может повести себя в той или иной ситуации, либо ответить. поэтому, когда я получаю какой-то ответ, я в первую очередь задаюсь вопросом, ну, не то, что задаюсь, я понимаю или ощущаю, то есть, это не идет в явное противоречие со Словом Божем. То есть, если у меня есть сомнения, то я могу в этом убедиться, еще раз открыв, прочитав, либо можно, конечно, посоветоваться, с кем-то обратиться, кому-то, кто может помочь мне понять, действительно ли это истина или нет. Друзья, мы ждем вас на наших следующих встречах, мы разберем некоторые вопросы, которые к нам приходят. Спасибо за такие важные темы, нам пишут. Антон, расскажи про твой личный молитвенный опыт. Ну, коротко не получится, но попробую. Скажу так, что для меня это был большой длительный путь, потому что, когда я узнал о Боге, то два года я испытывал разочарование, то есть Филипп Янти, есть один такой писатель, он в своей книге «Молитва» пишет, что молитва, она должна быть источником радости и надежды для человека, но, к сожалению, на практике становится источником разочарования, потому что чаще всего мы не знаем, что и как говорить Богу, когда остаемся с Ним один на один, как должны звучать эти молитвы, какие должны быть эти молитвы, то есть они должны быть какими-то заучными, которые мы просто повторяем, или они должны быть, как другие говорят, просто мы общаемся своими словами. То есть я пережил такое разочарование, кризис, который заставил меня предпринять попытки разобраться в этом, то есть понять, что не так. И я встретил людей, встречал людей, которые имели этот опыт, и меня всегда это воодушевляло, вдохновляло. Всегда, когда я читал, там, читаешь, Мартин Лютер два часа проводил времени в общении с Богом, читаешь, думаешь, ничего себе, вот это да, потому что я теперь буду как Мартин Лютер. На следующем утро ты себя засекаешь два часа, проходит две минуты, ты думаешь, господи, там два часа уже прошло, нет? То есть как, о чем они говорили? Поэтому я шел, я исследовал этот вопрос, и, конечно, скажу так, если кто-то хочет узнать, и мой, в том числе, опыт, я ему делюсь активно в марафоне, такая небольшая реклама, записывайтесь на марафон к Богу за 30 дней, в феврале начнется уже 16 поток, это 30 дней мы говорим на эту тему. Поэтому там я расскажу подробнее свой опыт. Сегодня я могу честно и прямо сказать, что сегодня я ежедневно провожу время в общении с Богом. То есть, и для меня это самое долгожданное и радостное время в течение дня. Как раз нам пишут спасибо большое за эту тему, а также за твою личную программу к Богу за 30 дней. Подскажите, как на практике можно научиться слышать Бога. Просто я его не слышу. Об этом будем говорить в ближайшие дни. В наших следующих встречах. В наших следующих темах мы об этом скажем. Но при этом я скажу следующее, что общение с Богом, оно не всегда предполагает, что Бог будет тебе отвечать и говорить так, как ты того ожидаешь или как ты того хочешь. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это звучало следующим образом. Ты что-то сказал и такой голос в небо. Антон, иди направо. Или оп, у тебя такой, все, заявка принята, я услышал, иди, одобряю. То есть, так оно не происходит. Потому что, скажу так, у Бога не только мы. Представьте себе, миллиарды людей, для каждого из них есть у Бога свой план, и поэтому иногда мы ожидаем ответа на какие-то наши вопросы сейчас и думал, что это сейчас настолько важно для нас, но мы не видим всей картины. То есть, и Бог готовит какие-то обстоятельства, да, Он может иногда даже не ответить нам. То есть, но это не значит, что Он отвернулся от нас, и Его нету, Он не хочет с нами общаться. То есть, я в процессе общения с Богом и познания Его понял, что, ну, это нормально, то есть, я не буду плакать, расстраиваться по этому поводу. Ну, окей, значит, Ольга спрашивает, говорят, что я чувствую Божье присутствие, а не чувствовать Божье присутствие это нормально, или это всегда следует в каких-то духовных проблемах? Ну, скажу так, я бы не полагался только на чувства, хотя Бог дал нам чувства, и я, конечно, считаю, что и в нашем общении с Богом хорошо, когда есть не только разум, но есть эмоции, мы можем переживать, но тут есть другая крайность, человек может эмоционально стараться, то есть, он может начать считать как раз на основании этого вопроса, что связь с Богом у него есть только тогда, когда обязательно есть какие-то эмоции, но не всегда так, это также, знаете, как, опять же, проводить аналогию общения с людьми, то есть, я могу дружить с человеком, и иногда у меня есть эмоции, потому что у нас какая-то общая тема, вот такие, охваченные, а иногда мы просто обменялись, да, какой-то информацией, он меня услышал, помолчал, или я его, поэтому я бы делал бы акцент не на чувства, а на анализ собственной жизни, то есть, если ты понимаешь, что ты не живешь осознанно в грехе, да, ты где-то не идешь против воли Божьей, то, ну, тогда, как бы, спокойно воспринимай периоды, когда ты можешь не переживать эмоции, то есть, ну, так. Галина пишет забавный комментарий, Антон, слушай, мы смеемся, однажды езжала в больнице и направили к психиатру, потому что объясняла, что общаюсь с Богом, а он говорит со мной. Да, это как бы опасно, надо, но с другой стороны, я иногда так говорю, вот, бывает с незнакомыми людьми, потому что, ну, когда у людей есть серьезные сомнения, да, о том, что, да нет, Бога нет, а ты говоришь, подожди, я только сегодня с ним говорил, и, то есть, это, знаете, бывает иногда такой шаг, для того, чтобы человека вывести немножко, и такой, да ладно бы, такого не может, а ты ему говоришь, да, серьезно, вот я сегодня нету, то-то, и когда он видит, что ты, в принципе, вроде адекватный человек, то, ну, действительно, у него начинают появляться мысли, что, ну, раз у него получается, значит, наверное, что-то есть. Как узнать, если Господь говорит со мной во сне, бывает ли такое? Да, ну, у меня было тоже несколько раз такое, то есть, я для себя определяю критерии следующие, когда ты просыпаешься с четкой убежденностью, что это был голос Божий, то есть, ну, сложно это объяснить, но у меня было пару раз, когда я вставал, анализирую увиденный сон, я понимал, что, ну, это вот, у меня не было ни капельки сомнений, это не просто мои мысли, то есть, это вот особенный сон, то есть, ну, только каким-то таким образом. Как поверить человеку в Бога, который, рад бы поверить, но у него есть сомнения, разве можно самому вызывать в себя такое состояние, как вера, любовь? Нет, такое состояние, ну, то есть, наверное, это будет близко к медитации, когда мы пытаемся, наверное, вызвать в себе состояние, веры в Бога. Вера, это дар, как говорит Священное Писание, поэтому она дается, но она дается любому ищущему. То есть, вопрос, наверное, в искренности мотивов. Как я и говорил, сомневающийся, он найдет повод сомневаться в Боге. То есть, поэтому, искренне, то есть, вот как есть, так и общайся, так и вари с ним, объясни ему. То есть, опять же, ну, дай Богу время ответить, потому что порой мы в одни ворота играем. Господи, если это есть, да, дай мне сейчас там знамение или знак, а его нет. Ну, все, наверное, Бога нет. Ну, подожди, я уже об этом говорил, у Бога свой план. То есть, это Он, как бы, Творец, Он Создатель, Он инициатор этих отношений. А некоторые люди слишком быстро сдаются в этом плане. Друзья, спасибо за ваши вопросы. У нас как раз предыдущая тема была про похвалу. И вот, Антон, вы большой молодец, слава Богу, вы молодежный лидер, пастор, организовываете лагеря, марафон организовали. Что вас вдохновляет? Меня вдохновляет Бог. Меня вдохновляет личное отношение с Богом. Потому что я вам хочу сказать, что без личных отношений с Богом, ежедневных, личных отношений с Богом, ну, христианин, он большой опасности. То есть, если он активный служитель, человек может активно совершать служение из разных мотивов. Похвалы, потому что мы зависим, может быть, от мнения других людей, да, от признания. Потому что мы люди действия, мы чувствуем себя нужными, если мы что-то можем делать. А если не делаем, то, наверное, мы никому будем не нужны. Поэтому различные страхи и так далее могут подталкивать человека служить и много что делать. Но если он делает это без ежедневной связи с Богом, с духовным миром, то он перегорит. То есть, однажды он не сможет больше. Вот. И поэтому, когда ты на этой связи находишься, то есть, там ты получаешь и мотивацию, и так далее. Как я услышал, один служитель сказал, что служение Богу без личных отношений с Ним, это как ветер в пустой шахте. То есть, ну, в этом особо нет смысла, потому что первоначально это отношения. Все остальное проистекает из отношений. Я служу Богу не потому, что я желаю заслужить что-то, да, вот, он мне что-то даст в ответ на мое служение, смотри, Господи, какой я молодец. А я служу, потому что я настолько воодушевлен, настолько вдохновлен Богом, настолько влюблен в Него, настолько восхищенным, что я говорю, Господи, я могу хоть что-то для Тебя сделать. Он говорит, вообще я самодостаточный, вот, но если хочешь, можешь это, это я, и всего лишь. Антон, вопрос лично тебе. Сколько времени вы уделяете времени общению с Богом? Ну, скажу, на данный момент, я часто избегаю таких, ну, ответов на такие вопросы, объясню почему, не потому что, ну, мне нечего сказать, а потому что, люди порой могут здесь найти для себя повод, либо, либо так, либо, да, то есть, ну, на данный момент я провожу, если буквально по минутам, а я об этом буду говорить, у меня по минутам, да, у меня есть запланированное мое время, это 40 минут на общение с ним и 40 минут на изучение писания, когда час двадцать. Как раз затронули тему, это вот как бы, ну, не считая, вот прям запланированного времени, и, конечно же, когда всегда появляется возможность, мысленно, вот, ну, я сегодня, когда я сюда добирался, пока я был в дороге, у меня было много возможностей, да, просто общаться с ним, когда едешь, смотришь в окно, смотришь, там, солнышко садится, или, то есть, для меня это всегда возможность и повод поговорить с ним. Когда мы затронули вопрос, скажем так, рекламы твоего проекта, «К Богу за 30 дней», что это за программа, спрашивают? Это что-то вроде ретрита? Да, можно так сказать. Для тех, кто не знает, это ретрит, это времяпровождение, посвященное духовной практике. Скажу так, что это 30-дневный онлайн-проект, то есть, можно найти наш сайт, это daystogad.ru, там можно узнать всю информацию, зарегистрироваться, то есть, на протяжении полутора лет, у нас идет этот марафон, то есть, целый месяц, 30 дней каждого утра в 6 часов утра по московскому времени я выхожу в прямой эфир. Завтра я отсюда буду выходить, где бы я ни был. То есть, я выхожу в прямой эфир, и у нас есть 20-25 минут, когда я даю определенную тему. Все 30 дней посвящены вопросу личных отношений с Богом, и это не теоретический марафон, там очень много практики, то, что можно взять и применить в своей духовной жизни, в своей тайной комнате, как говорят верующие. Поэтому 30 дней, каждое утро мы собираемся вместе, мы вместе воодушевляемся, вдохновляемся на то, чтобы продолжать искать эти отношения с Богом. И скажу, для меня лично этот марафон, то есть, он имеет особую ценность, потому что он меня самого вдохновляет и мотивирует, всегда каждый день понимать, что ценность номер один, приоритет номер один в моей жизни, это личные отношения с ним. Поэтому, как-то так, присоединяйтесь, буду очень рад увидеть вас на марафоне. Сейчас, кстати, второй марафон появился, поэтому удобнее, даже подписаться на YouTube-канал нашего марафона, и там есть несколько разных марафонов, в которых можно принимать участие. Там есть задания, есть обратная связь, то есть, это не просто послушать, а попрактиковаться и ответить на некоторые вопросы. Спасибо большое, спасибо, Антон. Это мы, часть вопросов мы успели разобрать. Спасибо, друзья, что вы писали нам эти вопросы, и спасибо тебе за ответы, которые ты дал на все те вопросы, которые к нам пришли. Слава Богу, будьте на связи с Ним. Спасибо. Друзья, один философ писал, молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Господь ждет общения с тобой, как отец с сыном. Будь на связи с Богом, и ты почувствуешь, как твоя жизнь меняется. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, соцсети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова